Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проектном суде судили Ольгу Жемчугову за то, что она холодно относится к своему мужу. Присяжные решили, что она невиновна. Во время суда Влад Кадони позвонил той самой надежде, с которой Глеб проводил время в Саранске. На снимке она справа. Девушка рассказала, что между ней и Глебом возникла симпатия, что он ухаживал за ней, делал комплименты и жаловался на жену. В приложении ТНТ Клаб идет голосование зрителей, кого же из участников нужно отправить на судный день. Список возглавляет Элла Трегубенко. При голосовании не нужно указывать причину, достаточно просто нажать фотографию того участника, которого стоит посадить в карцер. Это голосование показало, как же действительно зрители относятся к этой паре, особенно к ее прекрасной половине. У Марины Африкантовой произошел нервный срыв из-за нападок ее подписчиков в соцсетях и участников. Ее мама рассказывает, в нашей семье развернулась настоящая драма, Марина очень плохо себя чувствует. Нападки участников сделали свое дело. Отец Марины категорически против ее возвращения на проект. Мы отходим в сторону и будем жить своей жизнью. На поляне Марина так и не появилась и участники проекта стали требовать, чтобы ведущие сняли ее с конкурса «Человек года» за нарушение проектных порядков. На поляне вовсю готовятся к очередному этапу конкурса. Участники будут петь песни в стиле латино. Девушки будут переодеваться в мужчин и наоборот. На снимках преподаватель по вокалу Виктория Ильинская занимается со своими подопечными. Саша Каритонова находится в Минске. Там она якобы случайно встретилась с преподавателем по актерскому мастерству Саидом Нигматулиным, с которым, по слухам, у нее был короткий роман. Саид пишет, заглянул сегодня на Беларусь фильм и угадайте, кого встретил? Прекрасная Саша, которая уже снимается у Астрахана. Бывшая участница проекта Света Торба хочет вернуться на Дом-2. Она влюблена в Дениса Козловича. «Кажется, пришло время вернуться и научить любить достойных мужчин», – написала Света. Ксения Бородина подала документы на развод. Поскольку у пары имеется общая дочь и совместный бизнес, то развод будет происходить через суд. Интересы Бородиной будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. Он заработал себе неплохую репутацию на громких семейных разбирательствах. Курбан Амаров выложил в сеть пост, где заявил о том, что не собирается воевать с Бородиной. «Мне очень неприятно читать все то, что Ксения про меня пишет, но она женщина, и ей это простительно. Уверен, что мы с Ксенией, как взрослые люди, сможем найти решение в вопросе детей. Дети для меня самое святое». Ксения – заботливая мама, постоянно уделяющая детям внимание, несмотря на свой плотный график. «У нас была честная, искренняя любовь. Мы горели, как два солнца, и, к сожалению, нас это сожгло. Мы жили, как умели. Не судите нас, и несудимы будете». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.